19 января православные отмечают один из самых важных праздников года – Крещение Господне. Еще события называют Богоявлением, так как по преданиям в этот день прошел обряд Крещения Христа и свершилось явление полноты Божества всех лиц Святой Троицы. Торжество традиционно начинается накануне 18 января. Этот день называют Крещенским Сочельником. Вы знаете, в древности это был праздник соединен с Рождеством. Рождество Христово и Богоявление отмечалось в один и тот же день. Только, по-моему, в IV веке, где-то в конце IV, может быть, в V уже они стали расходиться. И между ними образовался такой промежуток 12 дней, который мы называем Святками, Святые Дни. До сих пор главные традиции Крещения связаны с водой. Накануне и в день праздника церковь совершает особый чин освящения воды. Уже 18 января все верующие могли набрать канистры и бутылки в Ивановских храмах. Она хранится у нас еще с прошлого года, говоря, осталось. Ну, пьем ее постоянно, пока есть возможность. Почему это? Освященная вода, но чистая вода. Я знаю, в нее серебро пускают, значит, она очищенная, все прекрасная вода. И это очень хорошо. Мы чай завариваем из нее. Все это постоянно. Вот сегодня приходил, завтра приду. Завтра, тем более, Крещение – это вообще святое дело. Помимо того, что вода долго хранится, среди ее свойств называют и лечебные. Причем православные верят, что крещенская вода излечит от хорий и телесных, и душевных. А многие и вовсе рассказывают удивительные истории. Воду набирают как в Сочельник, так и 19 января, в день Крещения Господня. В течение обоих дней в любом храме можно набрать крещенской воды. Никакой разницы в том, где и когда набирать воду, нет. Кому-то приятно прийти в свой храм, молиться вместе со своими прихожанами, участвовать в чине водосвятия. Это ведь не то, что какой-то формальный процесс, а общая молитва. Значит, люди вместе со священником принимают участие в молитве и потом получают святую воду. Конечно, это для них приятно и радостно, и душеполезно. А кому-то другому, наоборот, приятно пойти на берег реки, скажем, в Волге. Там тоже совершается чин освящение воды. Крещения верующие всегда ждут с нетерпением. И в канун праздника, и в сам чудесный день обязательно посещают церковь. Участвуют в праздничных службах. 19 января для них наступает время чуда. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.